Приветствую вас! И то, что вы можете предпринять для того, чтобы удержать своего мужчину, его мужа рядом с собой, имеет прямую связь с тем, почему он хочет от вас уйти. Почему он собирается с вами разводиться. Это основная причина, основная мотивационная сфера, которая у вас присутствует при выработке поведения для сохранения своего брака. Значит, разводиться мужчина может желать в нескольких случаях. Случаи основные, типовые и, безусловно, не конкретные. Первый случай, что ему не нравится что-то в вас, то есть в вашем поведении, в вашем отношении к нему, что-то перестало его удовлетворять. Так бывает. К сожалению, так бывает. И ничего ненормального, аномального в этом нету. Ничего плохого в этом нету. Но, вы знаете, тем не менее, негативная сторона в том, что вы вовремя не увидели то, что ему не нравится. Не заметили в себе или посчитали это недостаточно важным и продолжили свое поведение в данном русле. В результате чего у мужчины сформировалась негативная отношения к вам и теперь он уже не желает мириться с этими элементами вашего поведения. Данная ситуация подразумевает анализ вашего поведения, того, что вы делали, тому, как вы поступали, как относились к своему мужу. И этот анализ поведения выявит некоторые моменты, которые могут вашему мужу не нравиться. Но для того, чтобы вы эти моменты с ним обсудили и либо смогли поменять его отношение к ним, либо свое. И свое отношение к этим элементам вам придется менять посредством их устранения. То есть, сведение негативного эффекта от результатов вашего поведения к нулю. По крайней мере, стремление к этому. Далее, следующий вариант, следующий момент касается того, почему мужчина может ходить до развода, заключается в том, что человек больше не испытывает к вам чего-то. И эта ситуация сама по себе делится на две подгруппы. Первая, когда у человека просто нет чувств. И вторая, когда у него появился кто-то. Соответственно, в первом случае, когда у человека просто нет чувств, нужно дать ему время. Потому что от того, что вы будете на него давить, чувства не появятся, нужно дать ему время. Нужно не трогать его, отдохнуть напротив. Дать ему отдохнуть, чтобы он немножечко пришел в себя. Чтобы он переоценил себя и вас. Чтобы он осознал, что, собственно говоря, он делает. И, может быть, отказался от своего плана. Во-вторых, необходимо постараться привнести в ваши отношения в этом случае какую-то романтику. какую-то изюминку, какие-то новшества, чтобы как-то освежить чувства. Но, опять-таки, если будете это делать только вы, то вам нужно сделать здесь первый шаг. То есть, первый – начать что-то делать. Если вы увидите со стороны мужчины поддержку, значит, вы движетесь в правильном направлении. И нужно, собственно говоря, продолжать в этом духе. Если же поддержки нет, то тогда смысла делать это тоже нет. Потому что мужчине это не нужно. А делать то, что не нужно другому человеку – это не самый лучший вариант для вас, по крайней мере. Кроме того, создает еще и возможность манипулировать. Ладно, ладно. Далее. Если у мужчины появилась другая женщина, то тут есть два возможных варианта развития событий. Первый вариант – это, по сути дела, ваше поведение, как поведение оскорбленного человека. То есть, мужчина вас унизил, мужчина поставил вас не на первое место, по сути дела вас оскорбил, прежал и так далее. В этом случае, с точки зрения гордости и личностного подхода, вам нужно не стремиться его завоевать, а напротив отпустить. Сказать, ось, променял меня на другую, вот и уходи. А если такой вариант вам не подходит, то тогда нужно понять, почему и чем эта женщина лучше вас, и дать мужчине то, что дает ему эта женщина. И именно так вы сможете сохранить своего мужа рядом с собой. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в туличку, помогу. Если вам понравился мой ответ, сделайте его лучше, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...